В развитии освободительного движения во всем мире существует определенная закономерность. Об этой закономерности часто пытаются не упоминать, забыть, исходя из уже не раз мною упомянутого принципа, что лидер решает все. Например, часто обращаясь к коммунистам в различных спорах, говорят, что у Ленина у вас сейчас нет, поэтому вам ничего не светит. Ну что, вот эти клоуны, которые порой выступают от имени коммунистов, народ им просто не доверяет. Вы знаете, даже если был бы сейчас Ленин, вы бы о нем ничего не узнали. Так же, как о нем мало кто чего знал накануне февральской революции непосредственно в России. Были круги, были, знали. Но тактика борьбы и определенная этапность борьбы проходят определенные этапы. В разных странах они проходят разные этапы. Например, в аграрных, неразвитых в смысле империализма, капитализма странах, они проходят зачастую действительно этап некого восстания, некого национального объединения, некой проблематики. Сейчас мы это видим на Донбассе. Когда выдвигаются какие-то личности, желательно, чтобы у них была какая-то программа, желательно, чтобы у них была какая-то повестка, желательно, чтобы у них была какая-то крыша внешнеполитическая в виде Советского Союза, как это было в Китае, допустим, или на Кубе, у Кастро. Или повестка национального сопротивления. Так как это, допустим, было в целом ряде арабских стран. Но этот лидер выдвигается, и зачастую это явление очень спонтанное и очень стахастическое. И здесь личность играет колоссальную роль. Совсем другое дело, совсем другое событие разворачивается в странах, скажем так, второго эшелона империалистических, капиталистических стран. Как разворачивается вообще освободительное движение? Ленин написал в своей работе «Три этапа революционного освободительного движения». Но не их бы я хотел сейчас озвучить. Возьмем сразу последний. Последний – это момент, связанный с остановлением марксизма. Вначале нарастает сопротивление класса. Класс тот или иной в своей борьбе, пусть будет это крестьянство, которое жжет помещичьи усадьбы, или рабочий уровень стачек, которых настолько становится социально значимым и заметным, что они уже фактически делают тех или иных политиков, тех или иных мыслителей и аналитиков не сферической лошадью в вакууме, а знаковым каким-то явлением. Но даже когда вот этот процесс социального сопротивления у разных классов достигает определенной мощности, все равно те или иные аналитики, лидеры, политические лидеры, они должны описать страну, в которой они существуют. Если они адекватно такого описания не дают, а сразу начинают монтировать некую политическую организацию, то, как правило, такая революция, такое преобразование социальное обречено на огромное количество ошибок. И вот тут можно как раз-таки любую обезьянку-лушку-то и ставить. Если вначале появляется качественное описание экономическое, политическое, политэкономическое, социальное, того общества, в котором мы живем, а такое описание Владимир Ильич Ленин сделал в своей работе еще до того, как о партии большевиков стало слышно в полицейских управлениях России, в жандармских, это развитие капитализма в России. Сначала он описал страну, он родил видение, он его основывал на научном исследовании общества, в котором он живет. А потом уже появляется корректный, правильный, адекватной реальности инструмент в виде политической структуры. Но никогда не наоборот. При этом такая работа является ключевой, так как апелляция к ней, споры с ней рождают различные политические ответвления, фракции, различные группы и, как следствие, будущие противоречащие стороны в противостоянии социальным, которое начнется через какое-то время, когда режим рухнет. Так было в начале 20 века. Почему-то, когда в последней части истории КТВ задавали вопросы, очень многие люди не поняли вот этого тренда и тезиса. Нам сразу говорили, ребята, вы напишите программу и устав, мы все тут поймем, что программа очень правильная, и будем объединяться вокруг какой-то структуры. На что Красная ТВ тогда сказала. Ребята, написать программу вы можете сколько угодно, но если вы не понимаете, не знаете свое общество, в котором вы живете, то любая эта программа, которая будет на сотый лад, или на сотый, сотым вариантом, то есть манифеста коммунистической партии, она фактически соберет какую-то группку единомышленников, маргинальную группку единомышленников. Если в нее вбросить денег государственных, как в КПРФ, то эта группка единомышленников может стать в несколько тысяч человек, или десятков тысяч, и она станет медийно заметной. Соответственно, она будет заметной в социальном аспекте, то есть в интернете, в телевизоре, в разговоре в магазине, у прилавка кто-то упомянет КПРФ, или там КП чего-то там. Но все это не инструменты для будущего спасения России. А сейчас таким инструментом, как ни странно, является два фактора. Первый фактор – это должен быть класс, который фактически выражает свое видение, свое несогласие, путем жертв, путем сопротивления, путем самоорганизации, стихийной, не стихийной, но рожденный изнутри народа, изнутри России, изнутри любого другого государства. И когда этот класс появился, фактически появляются параллельно политики, которые плоть от плоти этот класс. Они выражают его интересы, они говорят на его языке. При этом класс этот, будучи он стихийный, несмотря на то, что он самоорганизовался, он во многом не имеет представления, что дальше. Он имеет, против чего он хочет идти. Он имеет очень короткосрочные желания. Там, восьмичасовой рабочий день, там, я не знаю, социальный определен, болотную копейку. Очень короткосрочный. И вот тут вот политический лидер, интеллигенция, они могут дать этому классу видение. Но они могут его дать только после того, как появляется качественное научное исследование того общества, в котором мы сейчас живем. В котором мы жили во все времена, когда человечество поднималось за свои права. А поднималось оно всегда. Но сломы происходили, как правило, тогда, когда система, которая существовала на протяжении десятилетий, столетий, она полностью не могла себя воспроизводить. Она просто рушилась к ногам той или иной политической структуры. Так вот, научное видение. И в нашем видео, в этом материале, я бы хотел сказать о двух моментах, о двух вопросах, которые нужно решить сейчас левым и коммунистам. Прежде всего, и они ключевые, эти два момента. Не ответив на эти два вопроса, мы не сможем ничего сделать. И даже при сломе, даже при обвале и коллапсе системы, коммунисты, левые, марксисты, не будут адекватно представлены в качестве людей, способных взять на себя ответственность. Некому будет сказать фразу «Есть такая партия». Какие эти два вопроса? Первый вопрос, фундаментальный. Что случилось с пролетариатом? Является ли он продолжателем, так сказать, тех заветов, которые были оставлены Энгельсом и Марксом? Кто тот класс, который в будущем станет революционным локомотивом? Кто тот класс, как он выглядит, который фактически возьмет на себя ответственность за судьбу страны? Работает ли вообще эта система? Или есть некий средний класс? Вброшенное социологическое такое мем западными буржуазными социологами для того, чтобы замылить классовую структуру, созданную Марксом. Некий средний класс. Общество настолько изменилось, что нет никаких пролетариев, нет никаких буржуев. Есть элита, богатый, есть средний, и есть те, кто фактически не способны себя содержать. Все, достаточно. Вот вам другая парадигма. Вот если левые коммунисты не могут адекватно ответить на этот вопрос, а Красное ТВ делала серию лекций для того, чтобы подойти к этому вопросу, сейчас будет сниматься продолжение этой лекции, для того, чтобы ответить, кто этот класс, как его просчитать. Но даже когда мы его опишем, надо ответить на вопрос, что с ним случилось, почему мы его не видим, почему накануне появления марксизма в России уже сотрясалось Россия огромным количеством стачек и забастовок. А у нас сейчас... Ну вот, мы все заметили, как выступили дальнобойщики. Но мы не увидели такой самоорганизации среди представителей тяжелой обрабатывающей металлургической промышленности. То, что было до этого. Мы не увидели каких-то забастовок крупных представителей наукоемких производств. Мы этого не видим просто. Автомобильных, сборочных цехов. Мы этого просто не видим. Этого нет. Даже если это есть, то это все какие-то такие спорадические сполохи, которые не складываются в некую систему, которые можно пренебречь. Это просто погрешностное явление в социальном вопросе развития нашей страны. Так вот, кто тот класс? Но даже описав его, кто тот класс, мы на самом деле мало что скажем. Потому что мы и без того этого описания видим, что основным сейчас сопротивляющей структурой системы являются представители мелкой буржуа и самозанятой. Мы это и так видим. Мы просто это видим по сводкам новостей. И как бы там ни заглушивали дальнобойщиков, мы все равно видим, что они заметны. Они самоорганизованы. Но и сила эта оказалась не настолько мощной для того, чтобы наращивать свое давление на режим. То есть, даже описав этот класс, мы не отвечаем на вопрос, почему сейчас такой силы нет. Второй вопрос. И он ключевой. Я призываю всех посмотреть материал на Красном ТВ с Красного университета, с Фонда рабочей академии, где товарищ Галко выступил с лекцией. Лекция посвящена развитию экономики России в современном империалистическом мире. С моей точки зрения, там поставлен второй вопрос. Звучит он так. Кто мы? Империалистическая страна? Страна или некий империалистический, полуколониальный, зависимый придаток к разным империалистическим странам? В этой лекции произошел спор между двумя представителями двух точек зрения, стоящих на очень близких позиций организации. Это Фонд рабочей академии и Российская коммунистическая рабочая партия. Спор этот был на самом деле ключевым. Не все, может быть, осознали, насколько он ключевой. Потому что спорить в данном вопросе с умершим левым фронтом практически бесполезно. Этот спор с некой амебной массой. Спорить с КПРФ, ну там все понятно. Там, по большому счету, это чистый популизм, использующий левую терминологию. Какие еще силы мы видим, которые на сегодняшний день пытаются внятно описать? Силы не личности, не каких-то там ученых, а силы, которые рождают из себя неких аналитиков, которые могут высказать на сегодняшний день свое видение о стране. И таких сил на самом деле сейчас осталось две. И благодаря Красному ТВ, Ленинградскому корпункту, благодаря Фонду рабочей академии, Красному университету, аналитикам из Российской коммунистической рабочей партии, мы, честно говоря, можем увидеть, именно в Ленинградском отделении, мы можем увидеть столкновение мнений. Мы изголодались по этому прямому столкновению мнений. И в лице РКРП мы услышали, что одни и те же факты могут быть интерпретированы в одну сторону, а эти же факты в лице представителей Фонда рабочей академии могут быть интерпретированы в другую сторону. Но наука – это не интерпретации. Наука – это серьезный, качественный объем данных, непротиворечивых данных, которые складывают некое эмпирическое обобщение. И только тогда, когда у нас появляется четкая и ясная, отработанная, основанная на научных данных, на развитых статистических данных, картина нашей страны, мы можем уже понимать и о программе, и о уставе, и о плане минимум, и о плане максимум. Пока у нас такой картины нет, говорить о какой-то там политической организации, которая реализует некие свои политические амбиции, преждевременно. Итак, два вопроса. Первый вопрос. В какой стране мы живем? С точки зрения описания. Это империалистическая страна или некий империалистический придаток? И в этой связи, исходя из этого вопроса, мы можем понять, кто тот класс, и какая стратегия и тактика может быть выбрана в будущем, уже сейчас. Какой язык надо подбирать, какие чайни и интересы надо выражать у того или иного социального слоя, сословия, класса, прослойки, как угодно сейчас. Я специально округляю термины, чтобы специально, принципиально не говорить только на марксистском языке. Ведь рабочий класс в империалистической державе, он испытывает определенные потребности, определенные цели, определенное видение. Рабочий класс или пролетариат, или наемный работник, или мелкая буржуазия в полуколониальной зависимой вторичной империалистической стране, которая находится в стадии становления, или не имеет такой тенденции, а фактически уже заняла некую отстойную нишу, это совсем другие чаяния, запросы и интересы. Соответственно, и тактика работы с этим пропагандой, агитацией с этими людьми совершенно разная. Мы уж сейчас не останавливаемся на том, что есть подразделы этого класса основного пролетариев, которые могут где-то даже противоречить друг другу, так же, как когда-то была рабочая аристократия, аристократия, понимаете, и люмпен пролетарий, и простые пролетарии. Тут тоже много вопросов. Так вот, пока мы не ответили на эти вопросы, два вопроса, и главное, ключевой, в какой стране мы живем. Говорить о каком-то создании политических структур, говорить о выбранной тактике работы, ну, это ставить телегу впереди лошади. Это как бы мой ответ на те комментарии, которые были к последней части истории КТВ. Именно поэтому КТВ сейчас сделает основной упор на публикацию аналитических материалов в описании нашего общества. Именно поэтому сейчас я прошу вас обратить внимание на это видео. Оно будет подкатом внизу на данного ролика. Вы сможете его еще раз пересмотреть. И прошу вас внимательно посмотреть на дискуссию между товарищем Галко и Маленцовым. Внимательнейшим образом. И я предлагаю сделать развернутый круглый стол для того, чтобы подготовить наших зрителей, тех, кто увидит на просторах интернета это видео, подготовить серию трудов, работ, статей, затрагивающие именно этот дискуссионный вопрос. Он сейчас для развития левого коммунистического движения и для будущего России ключевой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok